Всем привет! Меня зовут Андрей. Я сразу прошу прощения за свой голос. Это не потому, что я вчера пил пиво, я его пил еще позавчера. Но это максимум, что я могу сделать с ним лучше. Я надеюсь, что меня все равно всем слышно, здесь не так много места. И если у кого-то будут вопросы или что-то непонятно, то задавайте их, наверное, сразу, так будет проще. Перед тем, как начать, я бы хотел уточнить. С тех, кто присутствует, сколько людей на практике имело дело с тестированием производительности? В любой его форме. Смотрите, я буду ориентироваться все-таки больше на тех, кто никогда с этим не имел дело. Но я надеюсь, что то, что я расскажу в тех моментах, связанных с теми моментами, которые мы впечатлили на практике, с тем, что мы столкнулись, когда мы попали в agile проект, возможно, будет интересно и полезно и вам. Я в основном буду говорить, слайдов будет достаточно мало, поэтому больше ориентируйтесь на меня, чем на картину. Как я уже говорил, меня зовут Андрей, мне 34 года, я работаю в IT очень странно. То есть я работал 10 лет, потом я какое-то время не работал в IT, и последние 5 лет я опять в IT. Из них последние 2 года я работаю в компании Logica на позиции перформанс-инженера, на кастернера в Yulet Packard. Закончил я в свое время политех и институт народного хозяйства в Одессе, это 2 разных института. Но это кому интересно. Здесь есть мой скайп, он же будет в презентации, если у вас будут вопросы, вы можете найти меня либо в скайпе, либо в линкедине, либо в фейсбуке, где угодно. И если вам что-то интересно, я всегда смогу вам ответить после конференции. Вот. Теперь, собственно говоря, перформанс-тестирование. Очень часто, когда к нам приходит новый кастомер, или просто приходит новый инженер, у него возникает вопрос, зачем это нужно. Зачем нужно исследование производительности. Особенно интересен вопрос у кастомера, которому за это надо платить. Он всегда интересуется, что ему это даст, и зачем ему это надо. Для этого мы подготовили отличный ответ. Перформанс-тестирование нужно для того, чтобы заработать больше денег. Есть куча исследований по этому поводу. Google из года в год приводит факты о том, что клиент, щелкнувши на ссылку и прождавши больше полутора секунд, с вероятностью 70% не будет дожидаться загрузки вашей страницы. Амазон говорит о том, что 100 миллисекунд задержки, как провели они такое исследование, привело к уменьшению доходов на 1%. С учетом их оборотов в 40 или в 4 миллиарда долларов, 1% обошелся им очень дорого. Yahoo говорит примерно то же самое. Все говорят о том, что это деньги, деньги, деньги. Исследования говорят о том, что если вы улучшите время работы сайта на 6 секунд, вы получите на 12% больше денег и на 25% больше просмотров. Я не могу сказать, насколько это правда, но я точно знаю по себе, что когда я что-то гуглю в интернете и ссылка не открывается 2 секунды, я иду на следующую. А возможно, там я бы что-то купил. То же самое относится к онпрем-приложениям, которые у вас не в интернете, и у вас чаще всего сейчас средняя база кастомера это примерно 700-800 гигабайт, и все хотят, чтобы его запрос выполнялся за 1-2 секунды. Никто не готов ждать 30 секунд. Или вот интересный пример, который у нас из жизни, я не думаю, что это секретная информация. Один из пользователей нашего продукта это BMW. И выяснилось, что немцы со своей странной логикой работают следующим образом. Они приходят в 9 утра на работу, и вот с 9 до 9.01 логинятся в систему. Все. Одновременно. И как бы это наш практик, мы такого даже представить не могли, и система падает. Хотя, в общем-то, она должна работать. Нам выкатили достаточно большой илюлю за это. Компания, слава богу, ничего не потеряла на этом. Но это один из примеров, что неисследованный момент перформанса вашей системы может привести к достаточно большим проблемам в реальной жизни. Поэтому можно запомнить эти факты и удачненько что-то продать. Более того, что интересно, я, кстати, вот это вот я нашел буквально пару дней назад. На последней конференции, которая была в Штатах по перформансу, я там, к сожалению, не был, но я посмотрел, что там происходило. Но они привели такое исследование, что лучше, если ваше приложение или ваш сайт вообще не открылся для клиента, чем открылся медленно. Потому что если он не открылся, клиент подумал, ну что-то случилось, и попробовал через полчаса. Если он открылся и работает медленно, и так каждый день, то, вероятнее всего, ваш клиент просто развернется и пойдет к конкуренту. Поэтому вот в некоторых моментах лучше не работать, чем работать плохо. Я надеюсь, что как бы эти факты убедили вас, что это нужно, важно, и мы будем этим заниматься. Более того, за два года, которые я занимаюсь этим, ну вот конкретно в Одессе, когда я начал заниматься, не было ни одного перформанс-инженера. Сейчас я знаю о том, что там в шести больших компаниях уже есть вакансии, уже есть люди, которые этим занимаются. То есть с каждым годом в Украине это становится все более и более интересной и потенциально выгодной профессией. Вот. Из чего состоит производительность? Здесь я должен оговориться, что в общем-то классификации до конца точной и однозначной нет. Разные источники называют одни и те же вещи разными словами, и наоборот, обзывают разные вещи одним и тем же словом. Поэтому я выделю три основные момента, за которые никто особо не спорит. То есть в тестировании производительности выделяются лот-тестинг, стресс-тестинг и капасити-тестинг. Лот-тестинг – это мы тестируем наше приложение, нашу аппликацию в нормальном режиме работы. То есть если мы знаем, что у нас должно приложение выдерживать 500 пользователей, при этом там операция занимает не больше секунды, значит мы будем это проверять. В стресс-тестинг мы проверяем то, как наша система относится к повышенной нагрузке и как она после этого возвращается в нормальное состояние. То есть вот классический пример, который я сказал, это вот BMW со своими инженерами, которые логинятся в 9 утра. По-хорошему это был бы стресс-тестинг о том, что система должна, даже если и не выдержать в эту секунду, то она после этого должна вернуться нормально к нормальному режиму работы. То есть она должна не упасть, она должна освободить память, она должна освободить ресурсы и продолжить работать в нормальной ситуации. Капазити-тестинг, честно говоря, на практике я с ним не встречался, но это такой бенчмарк, мы проверяем, сколько пользователей, какие объемы данных наша система выдержит. До того, как перестанет отвечать, либо до того, как она станет отвечать недопустимо долго. Мы это проверяли не для юзеров, мы это проверяли для объемов данных. В принципе, не очень интересный раздел тестирования, поскольку представляет себя просто набор одинаковых тестов с разными объемами. И попытка довести систему до безумия. Мне не нравится, но вот есть и такие задачи. Так, здесь будет такой слайд капитана очевидности. В общем-то, перформанс-тестинг ничем не отличается в плане слова flow от обычного тестирования. Мы точно так же планируем тесты, готовим наши environment, скрипты, данные, прогоняем тесты, анализируем результаты и либо возвращаемся на момент подготовки, если нужно что-то поменять, либо на этап выполнения, если у нас что-то завалилось. Ничего нового интересного здесь нет. Кроме некоторых моментов, которые приводят к тому, что все не так, к сожалению, просто и легко. Что нам нужно для тестированной производительности? Во-первых, нам нужна нагрузка, которую мы должны создать. Мы должны симулировать большое количество пользователей, мы должны симулировать или воссоздать большие объемы данных. К сожалению, получить данные у кастомера реальные практически невозможно. Чаще всего они содержат какую-то конфиденциальную информацию, нам никто их не дает. Поэтому нам приходится это создавать самим. Соответственно, нам нужно для перформанс-тестирования юзеры, которых нужно симулировать. Нам нужно железо. Здесь остановлюсь немножко подробнее. Железо, на котором вы собираетесь выполнять перформанс-тестирование, в идеале должно быть максимально приближено к продакшену, на котором будет бежать ваша система. В теории мы можем попытаться прогнать тесты на менее мощной системе, и потом каким-то образом результаты экстраполировать. Я ни разу не видел успешного применения этого метода, если честно. Потому что учесть все факторы, которые влияют на производительство вашего приложения, не на реальной системе, практически невозможно. Более того, мы с коллегами сталкивались с тем, что результаты на environment, составленные из виртуальных машин, вроде бы полностью повторяющих по конфигурации железа, могут давать среднепотолочный результат. Поэтому для хорошего перформанс-тестинга вам придется иметь лабораторию с железом аналогичным продакшену или максимально приближенную. И с железом, и с софтом. Если вы знаете, что ваши кастомеры будут пользоваться вот такими-то серверами, на которых стоит именно 2008-я Вендайр 2, SP1 и Oracle именно 1.2.04, озаботьтесь тем, что у вас должна быть точно такая же лампа. А как на рахунок размеров, если у них есть кластер из 20 машин, нам достаточно сделать тести на одной машине и экстраполировать на 20? Ну, в принципе, я не сталкивался с ситуацией, когда у кастомеры настолько большой environment. Но, в общем-то, в идеале вам купите, арендуйте, арендуйте на неделю такое же железо. Экстраполяция может вам, ну, может быть, может сработать, но сеть, не факт, что правильно отработает какая-то параллелизация, и что-то еще, к сожалению, сводит слишком много факторов, которые нужно учесть. Не получается ни просто линейно экстраполировать, ни какими-то коэффициентами… Нет, получится. У вас результаты будут. Но будьте готовы к тому, что у кастомера они будут абсолютно другие. Причем, может быть, лучше, а может быть и хуже. Поэтому один из вариантов – это аренда. Аренда в облаке. То есть постарайтесь иметь у себя что-то среднее, вот чем пользуется большая часть кастомеров, да. Я не говорю сейчас о продукте, у которого один кастомер. Тогда в идеале просто приедьте к нему и попробуйте, если он может, прогнать у него. Если у продукта кастомеров много, и если есть служба поддержки, попросите их узнать максимально, собрать информацию, и получить некое среднее железо, на котором работают ваши кастомеры. Обычно саппорт эту информацию имеет. Более того, если вы работаете в agile, я потом больше скажу, у вас еще будет ситуация. У вас прямо в вашем процессе есть продукт-оумер. Заставьте его узнать, на чем будет работать кастомер. Без этого никуда. И что нам еще нужно для перформанс-тестирования, что отличает его от обычного? Нам нужен инженер, который знает хоть что-то в математике и может проанализировать и подготовить для кастомера красивый репорт, содержащий, там, вот мой коллега любит, всякие квантили, квартили, вот, красивые графики. Без этого, опять же, очень сложно. Перформанс-репорт из себя представляет обычно, там, 20-30 страниц, статистических данных, которые, хочешь не хочешь, нужно уметь обрабатывать. Соответственно, знание математической статистики вам нужно будет обязательно. Если, конечно, вы не пользуетесь нашим классным продуктом, лодрандер, который это сделает за вас. Минутка рекламы. То есть, в принципе, перформанс-тестирование, на прошлом слайде я сказал, что это обычное тестирование по процессу, но есть но. Вам нужна эмуляция юзеров и, соответственно, автоматизированные скрипты. То есть, это automation-тестинг в любом случае. Ручного перформанс-тестирования бывает, но это такое. Я потом расскажу, когда это конкретно может быть, но это очень большая редкость. Вам нужна хорошая мощная лаба и вам нужен инженер со знаниями математической статистики. Три момента, которые не дают нам сказать, что требования к перформанс-тестированию такие же, как к обычному тестированию. Вот. И приходим мы к тому, что перформанс-тестирование – это в понятии большинства людей долгий, очень дорогой процесс. И тут к нам приходит наш agile. Модно, стильно, молодежно. Все кастомеры хотят, чтобы даже больших продуктов, чтобы мы ввели какую-нибудь из методологии agile. Scrum, Kanban, Extreme, Extreme, я не знаю, что же угодно. Они хотят agile. И по определению agile, картинка всем надоевшая, я просто не знал, что сюда вставить. Agile предполагает, что каждую итерацию мы кастомеру выдаем рабочий продукт. Итерация у нас, предположим, две недели. И вот нам в эту итерацию надо каким-то образом впихнуть в наше перформанс-тестирование. Которое само по себе долгое и дорогое. А agile – это быстро и недорого. Вот. Вроде бы получается, что у нас вещи, которые совместить нельзя. Но надо, потому что есть требования от кастомера. Вот. Здесь дальше я хочу сказать, что все, что я буду рассказывать с этого момента, это исключительно моя точка зрения, словно на опыте. Вполне может быть, что сегодня или завтра вы где-то встретите в интернете или живом человеке, который этим занимается, другую точку зрения. Может быть. Я не знаю. Это то, с чем я столкнулся на agile проектах и то, как мы вышли из этой ситуации. И почему я рассказываю именно про перформанс в agile? Перформанс в обычной разработке V-образной или waterfall – это тоже здорово и интересно, но не очень актуально. Ну, я не знаю. Вот у многих, кто здесь сидит, у них проект по еще waterfall. Офигеть. Ну, в Одессе половина обычно поднимают руки. У вас, очевидно, все-таки впереди планеты всей. То есть, да, классно, да, здорово, но неприменимо. Поэтому, как мы можем совместить перформанс-тест с agile нашим? Да, здесь я хотел показать, что agile – это быстро, гибко. И у нас чаще всего по классике agile, да, по этой дороге, у нас нет в команде закрепленных ролей. То есть, у нас ты сегодня программист, завтра тестировщик, послезавтра перформанс-тест. Перформанс-тестирование в противовес этому предполагает, что это медленно. Нам нужен, как минимум, стабильный продукт, чтобы на нем работать. Нам нужен отдельный большой environment. И нам нужен отдельный инженер, который, кроме перформанс-тестирования, ничем заниматься не будет. То есть, в общем-то, все, на чем стоит agile, нам не подходит. Но жить с этим как-то надо, поэтому мы начали крутиться. Так, когда в вашем agile мы можем начать перформанс-тестирование? Перформанс-тестирование мы можем начать сразу. У вас появляется обалденная возможность, вы находитесь в команде, как перформанс-инженер, в которой есть, доступен вам архитектор, системный архитектор, разработчики, продукт-олгер. Идите сразу к ним и начинайте с ними работать с самого начала. Здесь, правда, есть некий requirement. Вы должны разбираться в коде. В общем-то, знания перформанс-тестировщика в том языке, на котором ваш продукт, они должны быть где-то на уровне М2 демо. Иначе жить, конечно, можно, но очень тяжело. Вам не о чем будет говорить. То есть, вы придете к разработчику с своими результатами, покажете ему, что все плохо, но не сможете объяснить плохо, где и почему. И он, вероятнее всего, вас пошлет и скажет, ничего не знаю, у меня все работает. У меня юнит-тесты проходят, у меня тестировщики искали, что все зеленое. А ты иди и ищи. Вот, поэтому, вот для того, чтобы успешно работать в Agile, вам все-таки надо знать, ну, знать разработку. Ну, сейчас, насколько я знаю, вообще предполагается, что не останется мануал тестировщиков, поэтому, ну, в скором будущем. Поэтому все равно учить придется. Так что сразу можете учить какой-то язык серьезный. Наверное, я не знаю. Учите СИИ. Все остальное похоже. Вот. Соответственно, вот не нужно думать, что перформанс-тестирование вы будете ждать, когда вам выдадут стабильный продукт, на который вы начнете писать автотест. Ничего подобного. Начните сразу. Начните с момента еще, когда у вас есть только спецификации. Пойдите к архитектору и спросите, с какой базой данных он собирается работать. Какой сетпати продукт он собирается использовать для кэша. Как он собирается построить приложение. И, возможно, еще на этом этапе вы сможете, как эксперт, убедить его, что некоторые его решения неправильные. И это спасет и вас, и продукт, от мучительного и больного тестирования потом в дальнейшем. Не забывайте, что чем раньше вы что-то исправите, тем это дешевле. Дешевле всего исправлять до того, как продукт еще появился. Разобрались с вашим архитектором, начали ваши разработчики, приняли первые таски. Пойдите к ним и убедитесь, что они не используют какой-то древний хлам, типа Java 1.4. Или, как вот у нас оказалось, что они не выбрали в качестве аппликейшн сервера Jetty именно 9.1.3, в котором есть перформанс баг известный. То есть вот проверьте, что они работают с технологиями, они понимают, что вы с них не слезете, и вы будете требовать от них качества по перформансу. И вы придете к ним не просто с наездом, вы придете к ним уже с готовым решением. Вы им скажете, чуваки, в Java 1.7 появилось вот то-то, то-то и то-то, и оно работает быстрее, чем 1.6. Пожалуйста, посмотрите, можете ли вы использовать 1.7. Или вы используете там... Блин, вы используете старый механизм блокировки там в базе данных, посмотрите, в Java уже есть там новый механизм Retract, который дает там 40% производительности на ровном месте, прирост. Посмотрите, нельзя ли использовать его. Следующий момент, вы идете к вашим... Это, наверное, следующий слайд. Там интереснее. Да. Вот. Но этот слайд как бы такой... Мне он не нравится. Ну, давайте так, я сейчас расскажу, что здесь написано, а потом вернусь к тому, что я рассказывал. Это вот то, что мы можем получить от перформанса в agile. Мы можем работать на моменте архитектуры и кода оптимизации, мы можем избежать в дальнейшем, правильно выбрав решение, падение приложений из-за непонятных причин, кончилось память, а кэш не отработал, сеть оказалась не той системы. Мы точно, поскольку мы постоянно работаем в agile, мы каждую итерацию что-то исправляем, мы почти наверняка угадаем с релизом, потому что раньше было как? Мы делописали, тестировщики тестировали, и после этого всего этот продукт попадал в перформанс-инженеру в руки. Он его брал, подкладывал ему, даже ничего не писал, у меня вот такое было, даже писать ничего не надо. Ты ему просто даешь обычную кастомер-подобную базу на терабайт. Он ее кушает и падает. И ты вот этого полгода сидел ждал, пока не тот продукт, за 10 минут его завалил, и еще полгода ждешь, пока не его пофиксят. И релиз ваш идет. Вот, деньги никто не получает и так далее. Здесь вы практически наверняка гарантируете, что вы отрелизитесь вовремя. У вас есть доступ к, возможно, реальным кастомерским данным. И наверняка у вас будет доступ, поскольку у вас есть продуктован, к кастомерскому сценарию. Сам аджайвый предполагает, что у вас на руках всегда есть примеры реального использования то, каким образом ваш кастомер собирается юзать продукт. Вам не надо придумывать, сидеть и мучительно искать в интернете, как он собирается на похожем продукте, как он, возможно, это использует. Вы его берете и говорите, покажи, на что ты будешь тыкать. И он вам показывает такие флоу. Я думаю, как тестировщикам это знакомо, что реальный кастомер находит такие флоу, которые в голову могут и не прийти. Вот, это облуденно берете, это все автоматизируете и гоняете это как тест. И, соответственно, вы можете вовремя реализовывать performance проблем. Вот, а теперь к тому слайду, про который я рассказывал. Некоторые best practices, которые мы получили, вот, собственно говоря, с реального Java проекта. И, возможно, если некоторые из них спасут вас от мучительно проведенных лет и ночей за исправление performance дефектов, постарайтесь и даже потребуйте, чтобы вас сразу включили в Java команду. То есть, вы не должны быть performance инженером в отдельном кабинете, который иногда заходит и смотрит, как живет продукт. Если вы находитесь там же, где находится команда Adjaan, идите к кому угодно, к PM, я не знаю, и требуйте, чтобы вас включили в эту команду. Только тогда вы получите все возможности что-то сделать. Без этого работать не будет. То есть, ну, и в принципе, обычно никто его зажать не будет. Ну, окей, еще один чувак хочет поработать. Отлично. Следующее, то, что я бы вам рекомендовал, это пойдите к вашим, ну, я предполагаю, что вы уже performance инженер. Пойдите к вашим обычным тестировщикам, и, если у вас есть automation, и попросите у них их automation тесты. Очень часто можно ничего не переделывая, почти, из automation теста, сделать свои performance тесты. Это может вам сэкономить кучу времени, и в двух моментах. Во-первых, вам не надо придумывать, что там писать, я имею в виду flow, какой описывать. Во-вторых, чаще всего с минимальными изменениями вы сможете использовать их automation тесты в свое performance тестирование. Добавите какие-то метки там проверки времени, добавите мониторы, и запустите его как performance тест. Экономит кучу времени. Но, не всегда. Вот. Что мы проверили, вот недавно и сделали. Опять же, потребуйте или предложите включить ваши performance тесты в вашу систему CICD. Continuous Integration, Continuous Delivery. Каждый день у вас по-хорошему будет на руках результат того, не свалилось ли что-то за ночь. Вы сможете вовремя выявить проблему, и если продукт еще не сильно закостеневший, быстро найти ее причину. Поскольку вы будете понимать, что... Извините. Спасибо. Что то, что свалилось сегодня, вероятнее всего свалилось из-за вчерашних коммитов. Ну, это искать сильно проще, чем искать это через неделю после того, как все свалилось. То же самое, что в обычном тестировании. Просто почему-то не всегда, не во всех конторах это практикуют. Ну, мы тоже на самом деле, что брать, мы полгода назад тоже запускали performance тесты раз в сколько? Два месяца? Раз в месяц. Раз в месяц. И потом ходили и искали, кто что закоммитил за этот месяц, как бы, и чем их шоссомать. Но старайтесь это все сделать, воспользоваться преимуществом agile технологии и делать это регулярно и ежедневно. Обязательно, обязательно, вот тут вот просто обязательно, я на своей шкуре проверил, что бывает, когда этого не делаешь. Требуйте присваивать блокерам для вас функциональный, максимальный приоритет, для того, чтобы вы могли продолжить свою работу. Работа требует performance инженера очень много времени. Если вы теряете время из-за того, что дэвы не пофиксили какой-то для вас блокер, они отмажутся, вы, наверное, нет. Поэтому, опять же, пойдите к вашему руководителю проекта или говорите, что любой performance defect, так же, кстати, как и security, должен по умолчанию иметь critical, я не знаю, там, release blocker, ну, все, что можно у вас поставить максимально, чтобы оно по умолчанию ставилось. Это вам поможет, в общем-то... Что-то поменялось, да? Это поможет вам... Ну, это просто механизм, который поможет вам нормально работать. Без этого будет очень тяжело. Вот. То, опять же, чем я столкнулся в жизни и думает, я не только по performance тестированию. Ну, то есть, да, классический подход agile, как бы, ну, не вопрос, но дело в том, что я же... Ну, не вопрос, пожалуйста, разрабатывайте что-то маленькое и протестируйте его на чем-то маленьком. Ну, просто очень часто даже два одновременных пользователя ведут себя по-другому, чем один. Окей, не надо, не ставьте сразу терабатную базу и 10 тысяч юзеров. Попробуйте это сделать на 10 пользователях и 150 мегаваттной базе. Вот у нас на этаже разрабатывали продукт. У них вообще так смешно получилось. У них нет performance тестинга, они несчастные люди. Они разработали кастомеру продукт, который, и всегда его тестили на реальной кастомерской базе, как они думали. Они взяли у кастомера базу, она занимает порядка 100 гигабайт, все окей, наработало. А потом кастомер пришел, сказал, мы, короче, у себя все оптимизировали, давно уже, мы вам просто не сказали, и теперь не одна база на 100 гигабайт, а 10 баз по 10. В принципе, ничего поменяться не должно было, и продукт перестал работать. Ну, то есть, там были архитектурные ошибки, решения. Возможно, если бы, вот как вы говорите, да, на маленьком чем-то, возможно, если бы не попробовали хотя бы на двух базах свой продукт, а не на одной, они бы нашли эту ошибку раньше. То есть, не нужно, ну, действительно, вы разрабатываете что-то маленькое, непонятное, пока на рынке, не надо вам много. И я об этом сейчас дальше попытаюсь сказать. Не надо покупать кластер, я не знаю, там, арендовать машинное время у Oracle, или там, Амазона. Идите в нормальной доступной i7 и попробуйте на нем. Но попробуйте. Не попробуйте, веряйте, вот 100% что-то вылезет. Не бывает. В любом продукте, как только появляется нагрузка, все меняется. На самом деле, в общем, бывает плохо написано эти компоненты. Не все компоненты вашего языка могут нормально работать с, например, блокировками. Как выясняется внезапно. Вроде как бы продукт, ну, языку 20 лет. Все должно быть уже сделано. А есть классы, которые плохо работают, предположим, многопоточной реализации. Ну, никто не пробовал. Есть другой класс. Точно такой же. С такими же названиями методов. Ничего не мешало взять его. Но не проверили и не взяли. Займитесь вот этим. Ну, маленький продукт. Возьмите просто... Есть еще метод тестирования без нагрузки. Возьмите и погуглите те решения, которые вы использовали в нем. С приметкой перформанс ищу. Вот. Почти наверняка на каком-нибудь из того, что вы используете, найдется новым ищу и найдется вариант решения. Вы используйте им сразу. Можно такой вариант? Без денег, без ничего. Да. Можно сейчас вопрос? Просто мы можем сейчас дальше идти. Два слайда перед тем, там, где ты рассказывал, что нужно иметь знание входа. Я. И желательно только на стадии входа в перформанс. Я. Чи перформанс-инженеры, например, которые вы используете в практике из white-бокс тестирования, какие пузы, например, чтобы найти какие-то мультициклы, я говорю, циклы, которые не выполняются аккуратно, например, в мертвый код, и фейки. Я понял. Вот конкретно это все-таки задача девов. Если мы работаем с кодом, мы больше используем профайлеры, которые позволяют находить кодспоты. То есть методы и объекты, которые, предположим, потребляют больше процессорного времени. Вероятнее всего, потом заглянув в него, я найду кривой цикл. Но по-хорошему, достаточно того, что вы в профайлинге, в любом профайлере, возьмите, ну блин, сейчас никто не пишет, как я бы сказал, все надо учить, но на нем никто не пишет. Все пишут на менеджер-языках. Они все нормально профайлятся. Ну да, профайлинг туба может стоить 150 долларов. Вам можно взять триал. Ну, не навсегда. Найдите кодспоты для начала. Те методы, которые занимают почему-то больше процессорного времени. Посмотрите на их код. Не знаете, не понимаете, что происходит, возьмите этот метод и придите к делу, который его писал. Объясни мне, что ты написал. Ну, редко, когда есть совсем уж там агрессивные социопаты, которые тебя пошлют. Чаще всего, все-таки, можно еще взять с собой архитектора и что-то напугать. И прийти с ним. Вот. И если он вам доступен. И попросить объяснить, что там происходит. Возможно, возможно, он на самом деле сам протыкал и не сделал coverage кода. Возможно, тогда мы найдем то, о чем ты говоришь. Какие-то там... Ну, хотя, опять же, неисполняемый код, окей, плохо. Но для перформанса, честно говоря, с губой фиолетом. Он никогда не исполняется, хуже он не сделает. Вот. Что-то зацикленное. Но это тоже скорее... По-хорошему, вообще, это, кстати, это функциональная проблема. Она выйдет на этапе функционального тестирования. В реальной перформанса. Она не доживет туда. Но, возможно, и так, придите к деву. Ну, то есть, я там, кстати, в конце, так, ради фана приведу скил-лист перформанс-инженера, который требовал у нас в компанию. Вот. Вот посмотрим, что там надо. Но, не знаете код? Ну, плохо, но не смертельно. Придите к деву, он вам поможет. И, ну, вот честно, мы на свою практику не пользуем тузы, whitebox, которые, там, занимаются камер-жим-кода. Это все-таки девовская работа. Если они ее не делают, ну, заставьте их сделать. На самом деле, перформанс-инженер, как бы, позиция имеет офигенное преимущество. А в какие-то моменты вы реально главные. То есть, когда все-таки случилась, если там шок кастомера, случилась какая-то проблема, ее надо быстро решить, вы реально главные. То есть, пользуйтесь этим. Если кто-то будет против, ну, я же говорю, берите начальство, с собой. Ну, потому что, реально, вот, перформанс-проблемы, ладно, бог с ним с Амазоном, с его там, одним процентом потерь. Перформанс-проблемы, выявленные у кастомера в продакшене, это обычно такой головняк. Это кастомер просто вот готов. Функциональный, ладно, там есть какой-то workaround, что-то еще. Если у него не заводится на его DB-проект, ну, все, как бы. Ховайтесь. Вы реально будете главным, пока не почините. На самом деле, есть два подхода. Один подход прецедентный. Вы знаете, что есть best practices, что если у вас предположим, веб-приложение, каждый год, опять же, тот же самый публикует некий набор KPI для, предположим, страниц логинов. Он говорит, что после нажатия на кнопку connect или логин, обработка и выдача следующей страницы должна занимать не больше двух с половиной секунд. Это как бы для клиента юзабилити такое. Если у вас больше, возьмите их для начала. Посмотрите на продукт, который уже существует на рынке, делающий что-то похожее, ну, как обычно, и считающийся хорошим, то есть, о котором хороший отзыв. Посмотрите, сколько у них занимают операции. В принципе, есть просто справочники уже готовые, которые писали, по-моему, даже психологи. Вот для UI точно есть. О том, сколько должна занимать какая операция в UI, чтобы не вызывать раздражение пользователя. Можно так сделать. можно просто пойти к архитектору, сесть с ним, взять продуктованера и сказать, давайте подумаем, сколько у нас должна занимать какая операция. Для начала. Там выдача, фильтрация выдачи из базы 100 тысяч строк должна занимать не больше 60 секунд. Архитектор такой, ну, окей. Вот, можно таким подходом воспользоваться. Первое приближение. Потом, если у вас будет возможность, улучшите результат. Но вот то, до чего я дошел, не надо заранее оптимизировать. То есть, если вы не знаете, что у вас плохо, ну, то есть, если у вас, предположим, вот есть этот кипящий, 6 секунд должна выдаваться выборка с базы. А вы такой, блин, я, кажется, знаю, как сделать за 4. Если она в 6, не трогайте. Пока. Займитесь тем, что реально плохо. Не надо улучшать уже хорошее. Ну, на моменте 1. Займитесь тем, что пока реально плохо. Потом займетесь улучшением уже хорошего. То есть, вот так, суммируя, как бы ваш вопрос, вот это ваш вопрос. Готовые практики других решений. Есть реально данные, доступные в интернете, не статистические, а, ну, я же говорю, скорее всего, с точки зрения психологического для UI, для почти всех операций в UI, для работы на бэк-энде берите архитектора и думайте с ним. Чаще всего у него есть какие-то уже прикидки в голове о том, как бы он видел, что система работает. Ну, возможно, ему надо помочь сформулировать их, но чаще всего он все-таки представляет, ну, если, конечно, это не вы, архитектор, тогда вы представляете, как система должна работать. через пару проектов вы сами будете приходить к архитектору и говорить, чувак, я точно знаю, что вот эта операция должна в хорошем продукте занимать 3 секунды. Он такой, нет, так, это невозможно. Ты говоришь, возможно. То есть, потом вы замените этот подход уже подходом просто собственного опыта. Вы знаете, что похожий продукт, который вы тестировали, может делать эту операцию за такое-то время. Значит, ему и можно делать. Ну, вот. Такое. Может быть, это все просто, по-другому, если у вас система противная нормальная, а в процессе, у нас, скажем так, треза законе меньше. Смотрите, да, конечно, может быть. Но здесь вопрос такой. Во-первых, опять же, опять архитектор, ваш человек, который ставил вам таски, он знает, сколько ваша система должна обслуживать пользователя в нормальном режиме. У него есть какие-то прикидки. Он должен знать, что этот сайт будет, должен работать правильная задача, как формулируется задача для некой операции с точки зрения перформанса. Операция логин при нагрузке на сайт 20 тысяч документных пользователей должна выполняться не более двух секунд. Соответственно, может быть задача стоять при 20 тысячах пользователей не более двух секунд, при 40 тысячах пользователей не более пяти секунд, при 60 мы не знаем, может упадет. Ну, например. То есть у вас вы всегда работаете в какой-то конкретном наборе цифр. Вы всегда знаете, сколько в своих реквайрментах дали там в своем документе, описывающем вашу систему, вы говорите, мы гарантируем работу системы при 1000 одновременных пользователей. Больше мы не знаем. Кастомер, покупая вашу систему, этот документ читает, или знает, ему достаточно этой цифры или нет. То есть, а может быть все что угодно. Ну, то есть, вы можете обалденно вылезать ваш продукт с точки зрения перформанса до 10 тысяч пользователей. Ну, поставьте миллион, стопудово он упадет. Но это не ваша задача. Вы знаете, что ваш продукт должен работать со 100 тысячами пользователей. Или с базой не больше терабайта. Или с задержками в сети не более 200 миллисекунд. Нельзя решить абстрактную задачу и сделать просто универсально хороший продукт с точки зрения перформанса. Точно так же, как с зрения функциональности. Ваш продукт может быть отличным текстовым редактором, но плохо обрабатывать фотографии. Ну, то есть, разные задачи. Ну, на вашем вопросе, я бы, для вас скажу, что заходно вам, что заходят, какие самые перформансы приезжают. Ну, смотрите, вот сейчас я работаю на продукте, который подрабатывает, помогает, на продукте тоже, ну, внутри компании. Меня попросили помочь с продуктом нашим новым, который живет в аджайле. И там вообще метрик перформанса не было. Мы реально сели системным архитектором, функциональным архитектором и Dev Team Lead ом. Они говорят, мы, вот тут получилась ситуация наоборот, они говорят, мы хотим, чтобы 500 там сущностей, ну, там, линков, да, как бы, работали одновременно каждые 3 секунды. Я говорю, чуваки, оно работать так не будет. Ну, потому что я посмотрел, какой архитектрой они пользуются, какая база там их, как реализована система, на что он написан. Я говорю, так работать не будет. Почему? Я говорю, вот я чую, чую не будет. Говорят, сколько будет? Я говорю, 30 секунд будет. Они говорят, мы посовещаемся, завтра к тебе придем, скажем, подходит ли нам 30 секунд. Приходят, говорят, окей, 30 секунд нормально, 30 секунд сделаем, 30 секунд сделаем. Ну, вот так происходит обычно. Но здесь ситуация была обратная, здесь я их огорчал. То есть, как бы, обычно выключается наоборот, они тебя огорчают. Вот, а здесь, ну, вот так может быть. Второй подход, который я еще с ними не использую, он наверняка использую. Я работаю на похожем продукте, я скажу, у нас на продукте вот такое быстродействие, это операция. Хотите, чтобы было такое же, или идите лучше? Ну, там дальше они будут думать. То есть, вы, чаще всего ситуация такая, никто кроме вас, в этой, даже не то, что в проекте, в этой команде перформансы не разбирается. Вы можете сказать, все, что хотите. Ну, в общем-то. Ну, естественно, если вы не хотите, что вас уволили через 3 дня, надо говорить, ну, надо говорить то, что вы знаете, то, в чем вы уверены. Вам в этой ситуации почти наверняка поверят. Ну, кроме вас никто не понимает, что может быть. То есть, здесь, ну, все карты у вас, но нужно их использовать аккуратно. Обычно, ну, по моему опыту, как бы, если вы в этой команде или в проекте перформанс эксперт, от вас зависит, какие показатели у вас будут в конце. Вы скажете, что можно угениться за 2 секунды? Привожение будет угениться за 2 секунды. Скажете, что за 20, и ничего не будете делать. Ну, все поверят, но продукт выйдет. будет. То есть, вот такие подходы. Такая, немножко политическая должность, на самом деле. То есть, она очень, очень многое зависит от вас лично, от наших знаний. Как вы скажете, так и будет. Ну, вот такое-то. У меня другого нет. Нет, нет, к сожалению, нету какого-то, знаете, документа волшебного, в котором вот это все описано. Есть для каких-то вещей, есть для UI, есть некий, каждая большая база данных, предложение, выходит с бенчмарками. То есть, там, Oracle говорит, если база данных 500 гигабайт и одновременно 1000 пользователей, мы гарантируем там выборку, там, там, тысячи записей с какой-то скоростью. Опирайтесь на эти цифры, если хотите. Ну, вот так. Я ответил, господь, как. Хотите, мы сейчас закончим, у нас будет перекур, подойдите, я вам еще что-то расскажу о своей практике. Да, так вот, возвращаясь к нашим, у меня осталось 5 минут, мы успеем. Возвращаясь к нашим, моим, best practices, которые я хотел вам рассказать. Я вам уже сказал, не занимайтесь при оптимизации заранее. Боюсь, ну, я, в принципе, надо вообще в жизни этот принцип применять. Не оптимизируйте то, что уже и так хорошо. Нету идеала. Не стремитесь к нему. Ну, по крайней мере, в перформансе. Займитесь тем, что реально плохо. Оставьте то, что уже хорошо в покое. И вот, примерно то же самое, нужно понимать, как бы иметь уже не будет, не степен, не будет, иметь какую-то чуйку, когда перформанс уже достаточно хорош. Вот, наверное, связано вот с вашим вопросом, да, как бы. Логин за 3 секунды добились, ну, наверное, можно и за 2. Это надо ли, как бы. Если клиент доволен 3 секундами, оставьте его в покое и живите с этим перформансом. Займитесь чем-то другим. Вот тут нужна, тут нет, опять же, правил, вы рано или поздно начнете чувствовать, когда нужно остановиться. Когда уже вроде бы все неплохо. На самом деле, я, в общем-то, практически закончил. У меня есть еще один слайд о том, где я рассказываю, что... Деньги. Деньги, деньги, деньги. Еще 2 года назад для перформанс-теста нужны были очень дорогие инструменты, именно программные. Все индустриальные продукты для перформанс-тестирования очень дорогие. Это многих останавливало, особенно на маленьких проектах. Кто не готов был вкладывать деньги, а писать на охладной программе как-то не позволяло этика. Сейчас ситуация поменялась. Вот реально на вскидку, просто набрав в гугле performance tools, я нашел первые 5 ссылок бесплатными продуктами, которые позволяют заниматься перформанс-тестированием. Ну, наиболее знаменитые, это J-Meter апачевский и Яндекс.Танк. Хотите, можете попробовать. Они бесплатные, они, в принципе, для небольших проектов подходят. Ну, но лучше... Лучше. Вот. Опять же, минутка рекламы. Компания Хьюлит Пакет вам после меня будут именно про этот продукт рассказывать. Давно уже и достаточно успешно выпускает продукт уладранер для перформанс-тестирования. Опять же, раньше он стоу кучу денег, сейчас есть шар. Есть комьюнити-лицензия. Она позволяет... Она дает полную функциональность и позволяет трамить сколько там? 50, да? 50 юзеров. Для большинства проектов для начала этого с головой. Если вам интересно, попробуйте просто... Она бесплатная, ее можно накачнуть бесплатно. Попробуйте, поиграйте с ней. Она будет удобная. Она действительно один из лидеров. Ну, то, с чего я видел. А там, гляньше, купите что-нибудь. Но мне за это не платят. Это же последняя бесплатная конференция. А вы сами наиболее пользовались? Я именно ей пользуюсь, но мне проще. Я работаю на Юлик Паккарт. И было бы... Нет, я могу, конечно, прийти и сказать, что у IBM есть как-нибудь там, сил перформанс, да? Сил перформанс. Да, и что типа там у конкурентов есть как бы обладенный, наверное, продукт, но было бы глупо. Я пользуюсь только не лодранером. Лодранер — это стенд-алон приложение. Мы пользуемся, опять же, если кто-то будет пользоваться, перформанс-центр, он позволяет работать одновременно географически распределенным командам над одним проектом. Ну, то есть с веб-мордой, с более удобным одновременным доступом к проектам, сценариям, результатам и так далее. Но лодранер, в общем-то, делает то же самое, только это продукт для одной машины. Вот. А не то, что я говорил. Вот краткий перечень задач, которые выполняет перформанс-инженер у нас в команде. Вот. А вот здесь скиллс-эп, по которому мы отбираем кандидатов. Ну, знание перформанса, орган Мезосквел, скейлтюнинг, VR-репорт и перформанс профайлинг Мезосквел, Windows, Linux и все остальные операционки, сети веб-серверах, браузеры, еще раз перформанс, Java, .NET, WB, хорошо, если Python, PHP и что-нибудь еще, Java SDK, Java Performance Tools, .NET профайлинг, HTTP, REST, HTTPS, SSL, Security, ну, все. Вот. Поэтому, если вам интересно быть перформанс-инженером, можете выписать вот эти пунктики и начинать читать. и там... Да, не, ну, на самом деле, не так все страшно. Если у вас есть желание и у вас где-то вы хотите этим заниматься в пределах досягаемости из команды, которой нужен перформанс-инженер, придите и попроситесь. Возможно, они, во-первых, сами не знают, что должен иметь перформанс-инженер. Я уверен в это, если у них не было. А во-вторых, во-вторых, пользуясь его, .NET, не, на самом деле, сейчас есть много инструментов, в том числе, ввод-рандер, которые вам позволят для небольших проектов и для старта, даже не разбираясь в коде, писать перформанс-тест автоматически. Да, корявенький, да, не очень, как бы, масштабируемый, но, тем не менее, даже если вы никогда ничего не писали, попробуйте. Попробуйте, как любой продукт для перформанс-тестирования, почти все не позволят вам написать, не разбираясь в коде, уже какие-то тесты. Так же, как большинство продуктов для UI-автомейшн сейчас позволяет накликивать, да, если я правильно понимаю сценарий для автомейшн UI-автомейшн то есть попробуйте, рискните, я надеюсь, что у вас все получится. У меня все. Сейчас, если я правильно понимаю, у нас 10 минут или 15, да? 10 минут. Извините, на кофе. Вот, кто хочет, если у кого-то еще есть вопросы, я здесь, можно меня попробовать поспрашивать. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok